Пилит, потому что уже бомба ставится. Да, у нас есть на экране все это дело. Ну что ж, бомбу поставили. В принципе, неплохо залетели анхоли. В итоге отстреливаются дальше. Ну и там успеем. Три армора, раскидок нету. Надо будет войти на льбу и убивать. Ну что ж, Федя пытается настреливать. Федя неплохой хатшот. В итоге еще красный игрок. Федя. У Федя, да. Какие-то проблемы у Федя, видимо. Возможно, будет рестарт. Не знаю точно. Но пока что остается последний СС. Он у него есть. У него есть чем исправить этот раунд. Прилетит Молотов. Ну и успеваете Клуди. Нет, не успевают, увы, раздефить бомбу. Нет дефузов у противников. И они уходят. Уходят. И это раунд первый за ССом, можно сказать. Даже успевают отстреливать Клуди. И первый раунд за Анхоли. Да, отличная игра с Молотовым. Собственно, 0-1. Анхоли у нас впереди. Напомню, что Анхоли у нас в Дальнем Востоке. А Хэнфейс – Украина. Да, все верно. Ну и что ж, давай тогда составчики еще раз озвучим для тех, кто только пришел. Что ж, Хэнфейс – Казакей, АМВ, Клуди, Акула, ВСК. Вот так вот. Давай ты зачитаешь Анхоли. Федя, СС, Лайт, Вашек и Крип. Немного погромче, я думаю, надо говорить. Говорили об этом. Так, пока что пауза. Да, я думаю, будут ребята разбираться, что же вообще происходит, почему у нас Федя завис. Хотя раунд все равно взяли. Я думаю, никаких откатов не должно быть. Ну да, раунд взяли. Я думаю, они взяли его чуть быстрее. Просто будем забыть красного игрока. Ведь у нас есть закуп у обеих команд. Ну как закуп? Нормальный закуп у террористов, да, соответственно, это команда у Холи. И у Хэнфейс. Ну, мы понимаем, что после первого проигранного раунда все не так хорошо по деньгам. Ну это форсик, да, это пистолеты. Одна муха есть у БСК. И, собственно, надо стрелять и убивать. И того самого БСК запушивает спину Федя. Отличный опенфраг. На самом деле, аплэнд пустой. И атака заходит. Все легко и просто. Делали крепление на такую цель. У нас защита. В итоге минус от Федя еще один. 5-3 ситуация. Тут надо, конечно, на сэп, поэтому ходить к хэнфейсам. Ну да, в принципе, армор, пистолеты. Почему бы и не сохранить. Ну, пока что АМВ, кстати говоря, делает минус. Забирает девайсы, которые был у Вашика. Да еще продолжает нагибать. Минус еще крипт. И ребята остались 3-3. В принципе, можно даже попытаться затащить. Четвертый минус попытался сделать. Но, увы, и Ахклуди остается последний. 1-3. Пытается он залезть на новую мышку. Вышку. И получается. Но, увы, СС завершает этот раунд в свою пользу. 2-0. Потеряли очень много девайсов, что очень плохо по экономике. Но сейчас хэнфейс должны делать фулл слив. Да, сейчас будет эйка. Это самый, на самом деле, неплохой шанс для атаки. Набрать экономику. Не умирать просто. И все. И все будет хорошо. Ну и, собственно, они закупают калаши. Никаких фармленов, походу, не будет. Это Галилов калаши. И вот, нет. Я не фармган у СС, но это такое. Ну и фуллайка, да. У хэнфейсов будут делать экономический раунд. Потом не будут деньги на бай. Опять кремки, серые аморы. Минимальный раскидок и все такое. Ну что ж. Под бэплент имеют атаку. Потихонечку устраиваются они на эту точку. СС надо будет первый с фармгана забивать. И что ж. Да, это быстрый выход на бэплент. И на бэпленте никого нету защиты, на самом деле. И это печально. В итоге они все на бэпленте. Перетяжка, но уже поздно. Бомба стоит. И тут будет очень тяжелый мэсплак что-то сделать. Что ж. Среди дают первый минус. В итоге. Крип. Дальше зажимает. Сгорилла по двум сразу. Но не справляется с акулой. И в итоге лайт разменивает. И не менее 3-4 ситуация. И что ж. Это убивание от защиты. Юспына. Дать как можно больше фрагов. Выбить как можно больше девайсов. Постараться. Дать минус ай. Напрячь экономику своего оппонента. Ну в итоге минус акула. Красный клуди. Ну и ВСК вообще стоит минус на пожарке. Ну что ж. 0-3. Пока что Эко в принципе без проблем уходит. Атаке. Ну что ж. У нас АМВ сделал 3 минуса 2. Клуди, акула 2. 1 казаки. И ВСК пока что не показывает того, что должен. Ну. Вот он был шанс конечно сделать первый минус. Но. Увы. Я. Смой. Я думал что он завис на одну секунду. Ну господи. И опять пауза будет вот во втором раунде. Но все хорошо. Слава богу. Ну что ж. Зак наконец-то у обеих команд. Вот теперь будет интересно. Заметил кстати, что у Унхоли решили на сливном раунде противника делать слоу. Слоу раунд это очень хорошее. Никаких раскидок. Никаких паст выходов. Которые легко кондрятся этими пистолетами. Слава богу. У нас ребята разбирают карту Детрейн. И разбирают вообще как играть против слива противников. Своих фонет. Ну что ж. Есть у нас интересный ствол. Которым СС уже попытался сделать минус. Но увы. С дымом не совладать. Через дым не попал. Вот казаки оставили уже 3-4 хп. Я так понимаю. Все-таки это АВП сделало через возможно какую-то стеночку. Ну и пока что непонятно куда у нас пойдет атака. Вы видите прекрасно где у нас находятся вообще игроки. Маленький дефолтник такого можно сказать. Большинство команд так делают. Да посмотри. Интересная игра откуда на Б-пленте. В итоге он был один. Кушает дальше. Плент дает информацию что никого нету под Б. И понимает защита что скорее всего это будет А-плент. Либо же они все где-то сныкались как-то хитро. Но нет. Это А-плент. И его будут окружать с всех сторон игроки атаки. Тем временем притяжка на Б. Ну интересная. Ну смотри. У нас. Ситуация. Начинается уже. За террористами. Раскидочка. Полетел на Плент А. Будет ли выход. Или это фейк. Вот что мы должны сейчас думать. Хэнд Фейс. Ну и просто умирает двое подряд. Гороки атаки. Приносят бомбу игроку защиту. Но он убегает. И он жив. Ну нет. Разменяли наконец-таки. 3-4. Будет заход на А-плент. Но вся защита уже тут. В итоге размен залетает. Критт уже даблкил. Триплкил. Нет. Это был Федя. Но в итоге. Ну а я вам выживает защита. Первый раунд для команды Хэнд Фейс. И неплохо сыграно. Бомбу не ставили. Деньги в принципе есть. Но опять-таки не у всех. И кто-то видимо будет играть без раскидки. В третьем раунде кстати говоря очень мало у нас игроков умирало за интересы. Поэтому я думаю все прекрасно знают и тиммейты и противники. Что будет еще один закуп команды террористов. И они еще раз попытаются затащить раунд. Тем самым сломав экономику противника. И забрав можно сказать даже несколько раундов подряд. То есть один раунд за два для обеих команд в данный момент. Либо это 3-3 либо 5-1. Ну битва за экономику. Да. По большему счету. Путь в будущее. Все можно сейчас оформить. Забрав один раунд. И собственно 1-5 в атаке это будет уже неплохо. Но тем временем казаки. Минус ДСПС. В итоге дальше у нас тут за шимчик. И тресночок. Бой на зелень. Агрессия. Крипт. Еще один минус. Ну что ж. Игроки атаки. Они в принципе все красные. Ну фоксаны то есть все. И шансов не особо мало. Казаки в смачке находят. Ну вроде как и понимают куда там стрелять. Но не стреляют почему-то. Смог проходит в минус вошек. 3-2. Крипт и Лайт остались вдвоем. Ну что же. Будет сражаться. Дает минус крипт. И надо ставить бамбу срочно. И это будет убивание от защиты стопудовое. На сейф выходить никак нельзя. Что же. Клуди бушит по зелени. Клуди. Клуди ловит тайминг неплохой. Выбивает бамбу. В итоге время тикает. И понимает что второй игрок атаки где-то здесь. Где-то рядом он. И надо его убивать. Прекрасно. Какой вариант вообще. Можно даже убежать на другой плент. Было. Потому что целая минута была. И в итоге у нас Казакей делает минус по крипту. Который ожидал противника в зелени. Ну что ж. Хэнфейс взяли раунд. И террористу теперь точно уже нет денег никаких. Хотя могут при этом закупиться. Хотя это будет не разумно. Не лучший. Да. Не лучший закуп. Тем более на карте Детрейн. Хотя. Деньги позволяют купить возможно дигл. Да. Без брони. Теки. И возможно поотстреливать своих оппонентов. И уже таким образом сделать раунд. Да. Если особенно Хэнфейс пойдет у нас вблизь. Ну и да. Хэнфейс с вами играет близко. Вот у нас Казакей играет по жарке. В итоге будет он принимать здесь своих оппонентов. С М4 А4. 30 патронов. Это много. Можно зажать 4-ых. Можно даже 5-ых зажать при желании. Ну а так этим временем проходит мимо этого парня. Выход будет на Б. Это быстрый выход. Жалко нет никакой флешки. Под нее думаю они неплохо бы залетели. В итоге. Это просто будет выход на девайс. Ну и скорее всего. Нет. Сейры разменивают. Моментально акулу. Но тут выросла гранат от Клуди. Ну и что ж. Надо поставить бомболь. Задача. Самая главная в этом раунде. И с ней не справляется. Атака. 1-3 поставил своим средним. Сейчас отлетает. Ну что ж. 3-3. Не сражается. Дал минус. Но не менее. Троем выживают. Хэнфейс. Это такое. Ну знаешь. Нехорошо и неплохо. Ну и что ж. 3-3. Время ничьяной карте. Ну. С учетом того, что был сливной раунд. Полностью можно сказать сливной раунд. Было только 3 пистолета. Выбить 2 девайса на сливном раунде. Это очень хорошо. Очень хорошие показатели. И приходится скидывать девайсы, чтобы закупить хэшки, дымы и тому подобное. И в итоге все равно проседают неплохо по экономике хэнфейс. Это закуп наконец-то у обеих команд. Я думаю, прекрасно знают тебе команды об этом. И теперь играть немного по-другому будут. Но вот интересно, что не было снайперской винтовки до этого. В хэнфейсе я не буду говорить. Мало ли все-таки услышат, есть снайперская винтовка или нет. У хэшников есть первый минус от ВСК. В сотке нашел Вашика, но пока что не видит больше никого. Опять же, очень медленно разыгрывают у нас команду в холле. Посмотрим, будет ли у нас в итоге какая-то раскидка. Возможно, какой-нибудь закрывающий на плент А не помешал бы. Ну да, слоу раунд. Но вот жалко, нас оплашал немножко Вашика. В итоге под Б есть, в принципе, трое. Один у нас на зелени. Ну и все, пошла перетяжка. В итоге вот заменяет у нас тыл такой намет. Интересно, Казакей пошел. Ой, спалился. Казакей. Зачем выстрелил, непонятно. Ну ладно, посмотрим, конечно, про вообще какой-то вы или нет. Мне вот очень интересно, что же будет сейчас происходить между вот этими двумя игроками. Интересная ситуация, конечно. Кто кого-то перетерпит, называется. И кто-то не дотерпел, но благодаря этому не смог сделать минус. Ну что ж, еще и сотки, Федя. Вышел минус от Крипто. ВСК и Клуди остаются вдвоем. Пройдет троих игроков. Клуди идет на хелпу. ВСК в дым нашивает противника. Но, увы, по нему прошили намного лучше. И теперь ситуация очень плачевная для команды Handface. Ну да, они понимают, что противника три оппонента. Они не знают хп, но понимают, что, скорее всего, там... Ну, немножко классные игроки, но не суть. Важно. Они в троем, они в большинстве, они контролируют почти все точки. Это будет стопудово перекрестный огонь от атаки, если защита будет рваться. Ну и в итоге пару пуль по игрокам защиты, и это все. Это кранты. Ну и что ж, они все-таки хотят выбить. И это ошибочное решение. Федя дает минус. В итоге Клуди разменял. Но Клуди убегает. Все, понимает, что ему без шансов тут, к сожалению. Хоть и есть дефуза, хоть и есть раскидки, но тут время тикает. И да, это взрыв бомбы. Два калаша застренных в атаке. Ну, интересно. На самом деле, Клуди, я просто по поведению его видел, что он изначально хотел, говорил... ВСК, давай лучше сейвить сразу. У нас лоу хп, давай лучше сейвить. ВСК, нет, давай до конца, надо взять этот раунд. В итоге у нас хорошо разыграли на размен. Профессов одного убили, но понимал Клуди, что уже слишком мало хп, слишком мало времени, и нужно уже сейвить, действительно. Потому что экономика у Хендплейс очень плохая, как раз таки из-за тех двух минусов, которые в предыдущем раунде ребята потеряли. Ну и в итоге все очень плохо, но посмотрим, как они будут разыгрывать. В Казаке, кстати говоря, есть и арморчик. Так что это не хухры-мухры. А ВП почему-то Хендплейс не берут, что очень плохо. У нас есть уже минус в сотке, минус от МВ по Вашику. Да, неплохо сыграно, но и 5, ой, 4-4, есть у вас, а размин от Феди залетает моментально. Ну и что же, это быстрый Б-Плэнс, когда есть вот атаки, они убили там двух игроков защиты, понимают, что там пусто. Заходят и его игрой лает, на самом деле чуть не оплашал. В итоге, что же, надо ставить бомбом. Есть красный Феди, ну, лает еще один минус, в итоге 2-4. Надо сейвить Калаша и арморчик, такие он, но они попытаются выбить, наверное. Как минимум выбить девайсы, чтобы была экономика плохая у команды он-холли, но и пока что надежда на то, чтобы выбьют второй девайс и его засейвят. Вот в чем. Ну, надежда неплохая, на самом деле, но тут Вайск, конечно, переагрессирует, может потерять свой калашек, в итоге его палят, не утретий КП, он убегает на лизинг. Ну что ж, Крипт, минус к закей, в итоге бессмысленно умирает, вот парень не получилось дать минуса. Как обидно, у Феди и у Крипта по 17 КП осталось. Да, было близко, но не получилось. Эх, ВСК не смог даже засейвить свой девайсик, обидно. 3-5, а так впереди пока что на трейне, на КТ-мапе, как мы все знаем, да. Ну, зависит, конечно, от скиля игры команды, но все-таки вроде как считается КТ-мапой. И 5 раундов это уже тот самый минимум, который нужно было брать в команде он-холли. Но я думаю, на этом они не остановятся и будут брать дальше. На этот раз фулл-бай у защиты, и у них неплохой закуп. Ну, как неплохой? Было бы побольше раскида, было бы вообще великолепно, но увы, ах, да. Зато у нас есть ВСК с великолепным девайсом, о котором я до этого говорил, но промахивается по Вашику. Но вот Вашик, на самом деле, неосторожно играет с отки, из-за чего может в который раз умереть. Ну, нет, каким-то образом в итоге пропрыгивает. Удача сегодня на его стороне. Ну и, на самом деле, террористы должны были заметить, что Клуди у нас очень часто поджимает В, и надо с этим немного поосторожнее играть. Ну, вот Клуди тоже наглеть, который раз не стоит абсолютно, но вот очень хорошую позицию, на самом деле, занимает на чек, прострелили ему голову с калаша через стену, благодаря этому он решил отойти, да, дал свою информацию своим тиммейтам. Ну и пошла похожая раскидочка на Б-плэнт, посмотрим, как будет Клуди это все дело принимать. Есть на хлопе, кстати говоря, еще один игрок, который прикрывает его минус от Акула. Клуди тоже минус Клуди, Даши дал даблкил, но бомбу выбил, время идет, и потихонечку перетяжка защиты осуществляется. Что ж, все, почти 4 игрока защиты на плэнте, есть 2 игрока, 3 игрока атаки, но ставится бомба от Феди, но тем временем Акула дает минус. Размен от Феди, ситуация 2 в 3, снайпер работает отлично, защита, остался один Крис, и что же. У него на этот раз есть ноутов, но бомба не стоит, к сожалению, поэтому время играет не на его сторону, и Казаки убивают Крипта. Ой, надеюсь, это не было опять зависание от Крипта. Да и Боб не зависание, на самом деле. Потому что он просто встал и не стыдял даже. Ну, может, он уперся в стену. Но пока вроде паузы не ставили, значит все нормально. Возможно, просто, не знаю, рейдженул, разбил клавиатуру. Да. Ну, конечно, навряд ли, но... Ну, да, очень навряд ли, но все бывает. Ладно, из-за того, что в инхоле у нас взяли несколько ровных подряд, соответственно, они делают закуп. Ну, да, и защита дает много денег. У них очередной бай они выбили в предыдущем раунде. А, ну так защита же выиграла. Да, защита выиграла. У них было три игрока в живых. Ну, вот у Клуди видим, да, какие девайсики. Но зато есть в ВСК все тот же девайс, которым он может, в принципе, в ваших, опять же, в сотке, возможно, найти, который все лезет и лезет. Но на этот раз поосторожнее, как можно заметить, работает, потому что понимает, ну, четвером против пятерых достаточно трудно затерлист отыгрывать на карте Детрейн. Ну, что ж, опять же, достаточно дефолтно у нас разыгрывают. Унхолли. Немного поменяли, на самом деле. Не дефолтно то, что Акула на Б-Пленте. Обычно у нас в Клуди стоит там один все время. А я говорил про Унхолли. То, что они затерлисты немного по-другому, да. Немного по сейфове, я бы даже сказал. Возможно, готовят какая-то хорошая раскидка на Б-Плент, возможно, на А-Плент закрывающая. Знаете, знаешь, я не понимаю, почему Унхолли у нас не хотят разыгрывать через сотку на фас, потому что это действительно очень трудно контриться. Те же Virtus.pro против Na'Vi пять раундов подряд забирали на каком-то турнире, я точно не помню. И у нас, смотри, Вашик в наглую решил пойти, но ВСК сразу же наказал, разменял свой тиммейт и... Заход на Б-Плент. Ну что ж, Федя открывается, Федя не справляется. Он разменял лайтом временем 3-2 ситуация. Это же тоже минус лайф. В итоге Крип тоже минус. Это 5-5. Хэндфейс вырывает раунд для себя, и это временный ничья опять в кинокарте. Ну, наконец-то Хэндфейс решили сравнять счет, а то совсем все грустно было после счета 5-1 или как-то так, да, 5-3, даже и то. Ну да. 5 раундов уже за террористов это слишком много, как по мне. На стандартный счет это 10-5-11-4, но еще 5 раундов впереди, поэтому Унхолли могут взять еще парочку раундов, и очень будет грустно на самом деле. Хотя посмотрим, конечно, какая у него защита, какая у них защита. И какое, конечно же, Унхэндфейс нападение. Ну что ж, у нас интересная какая-то стратегия, похоже, замечается за террористов. Смотри, где они все находятся. Кто-то придумали, парни. Смотри, на этот раз есть смок у Крип, означает, что, скорее всего, они закинут его в плент, ибо остается поставить бамбу. И задают все это делаю. Клуди. Ну слушай, неплохо пузырят лайф, пистолетом разминуток залетает, акул дает минус, но тем не менее, Федя ставит бамбу. И это главное значение в этом раунде поставить бамбу и получить по 800 баксов для каждого. Ну что ж, все. Тут уже не важно, как выведываясь или нет. Тут важно то, что бамба стояла, деньги будут. И все будет хорошо в командном кольце в следующем раунде. Ну что, 6-5. У Крипта была возможность сейчас еще одного стрелить, что у нас еще по табуляции. Клуди 11, акула 11. Вот это показатель того, что на бэплент он холли чаще ходит. Да, потому что Клуди и акула у нас как раз-таки стоят под бэп. ВСК пока что с АВП своего 7-2-7, но вот у него была АВП всего лишь 2-3 раунда, не успел намного настрелять. На самом деле он по большему счету промахивается. У него было изи киллы несколько раз, но увы, ах. АМВ пока что не вытягивает 4-1-7. 15 киллов у Федя, но вот это опенфрагер жесткий, видимо, у них. Крипт 8, 4 у ССа и Лайс 6, ваших 2. Ну вот Ваши совсем неосторожно играют, из-за чего постоянно умирают. Ну что ж, у нас ЗАГ, понятное дело, у Анголи. Вот у них интересно, у Ваших есть девайсик. По Аркадиле у нас Зелень, ВСК и АМВ сделали по минусу, но АМВ и Клуди умирают. Тем временем, так же, ваших и Лайс. О, минус Федя с ХЕшкой неплохо добирает ВСК своего оппонента. 3 в 2 ситуация. Что ж, есть неплохой девайс у Хэнфлейс. У них даже 3 неплохих девайс, один из них даже очень неплохой. Ну и что ж, Шкрик. Он открывался до фонента, и Акула его пересстреливает. Акула почти даблспрей подряд, но 2 в 1 остался СС. У него 14 КП, убегает он на другую точку. Правда, на руках нету планта, и это небольшая проблема. Да, минус сейчас бы заложить было бы неплохо. Но я не знаю, на самом деле, есть информация о Хэнфлейс про противника. Но вот посмотрим, спалят ли они. Да, находят. Находят они. Ну, инфа была, скорее всего. Потому что так вдвоем идти туда, это как-то слишком. Когда про Аркадия, убили, соответственно, выбили. И вот у СС, на самом деле, есть шанс неплохой, в интересной позиции появиться, да, возможно, для команды Хэнфлейс. Откуда они не могут ждать? Ну, ты знаешь, мне напоминает это, помнишь тот самый момент, когда Паша Битт вышел в спину в 2-муракамский гейминг. Или ТПАш, как-то было. Это Копенганин Бульс были на карте Демираж, да. Да, даблкил спину, тут, например, то же самое вырисовывается. Ну, вроде как, чуть умнее играет Хэнфлейс. На самом деле, у них есть только две точки, которые надо смотреть. Это один, второй проход. Ну, и как тут спина зайти, неизвестно. Ну, ладно, даблкил уже СС. У СС остается 10 секунд времени, но тут уже попахивает сейфом. Даже не попахивает, а воняет просто сейфом. 4 секунды. Но тут, главное, уже не умереть после того, как время закончится. Потому что это не значит, им не дадут денег. В итоге засейвил все-таки свой калашик, когда зря выкинул гранату. Но что у нас в ладах? У Лон Холли, ну, все пох, поэкономить. Понятное дело, потому что они сейчас проиграли раунд. Они не 5 раундов подряд слили, а уже 4 подряд, насколько я понимаю. При счете 5-3 началось вот это вот хенд-фейс, движуха, когда они начали забирать, забирать, забирать и еще раз забирать раунд. Ну, и по экологии, вроде, даже у хенд-фейс неплохо началось. Пошла, пошла игра на конец какие-то, забрали пару баев подряд, забрали экономические. И вроде, как это уже серия гранатов, и, собственно, они молодцы. Ну, что ж, бай сделали все-таки игроки атаки. Ну, смотри, что будет хенд-фейс. Сразу же, в начале, минус от СС, а сразу же раскидочка пошла на плента. Да, ну и будет ли это плента, вот в чем вопрос. Да, выходят сотки, минус от Криптос, мухи, красавчик парень. Ну, и пошел дальше пуш, 4-3 ситуация. И у нас есть игрок, защитный, который с бэплента пока еще не уходит. И в итоге вдвоем принимает точку А. И плохо очень принимает Федя, почти двоих подряд забирает. Остался очень красный АМВ, но дает два минуса, и как ни странно, ну и 2-2 ситуация. В спине Клуди, Клуди не справляется. Лайт минус, 2 в 1. АМВ остался, одна пуля по нему. И он трупак, и это 7-6 для Анхоли, скорее всего. Ну, что ж, АМВ возражается. Может быть, что-то нам покажут сейчас, на самом-таки деле. Пару мига хедшотов, и это раунд для него и его команды. Ну, тут бомба стоит. И, не, очень, очень тяжелая ситуация. К сожалению. Вот не были, совершенно не были готовы. Но вот тут большая проблема всех игроков, вообще всех, от мала до велика, за то, что если рядом с тобой, может быть, противник, ты берешь нож. Не нужно брать нож ни в коем случае. Я понимаю, что все, надо уже по газам давать, сейвить свою М-ку, но, увы, надо же понимать, что, скорее всего, может противник выйти и убить тебя. И в итоге ты ничего абсолютно не засеешь. Ладно, 7-6, закуп есть у обеих команд. Анхоли, благодаря тому, что взяли раунд, хендбейс, благодаря тому, что взяли 4 раунда подряд до этого, да, и, в принципе, не так уж много умирали. И в итоге 7-6, очень неплохой счет для Анхоли. Понятное дело, они хотели бы 10-11, возможно, но 6 раундов за террористов на карте Детрейн, это очень неплохо. Ну и Клин, опять-таки, опенфраг по клоуде дает. В итоге на бпунте понимает, что максимум 1 игрок защиты. Залетает туда, посмотрите, флешки, но спрейгаун смог от Акулы, неплохо дал минус, 2-й красный, 3-й красный. Слушай, Акулу-то неплохо спреют. Неплохой спрей, но и тем временем 8, минус, 3-3. И осталось 2 красных игрока у атаке. Кломба хоть и стоит, но их зажимают со всех сторон, их овешка от ВСК. И нет, не убивает. Как ни странно, все длительные шар-раунды он делал, впутывалось, конечно, не произойдет немножко, но Тузмаке находит в последнюю игрока атаке. Это 7, решение 8-6. Да, забирают первую половину себе уже команда Хэндпэйс. И это неплохо, в чем то, что начало было у них не о всекакое. И первая пистолетка проигранная, 3-0, потом сбили экономику 5-3. Ну и как-то зашкварились совсем ребята из команды Онфоль. Наконец-то размочили счет. И 8-6, последний раунд, первая половина, господа, карта Детрейн. Это первая БО-3, первая БО-3 про Сцена. И немного изменили у нас систему. Победители будут, победители второй пары играть за первое место уже. Все верно. Ну и что же, Детрейн, все-таки кому же идет эта карта? Пока что в последний раунд, да, первая половина, как правильно сказал Вася, и, собственно, у нас... Ну какой бай у того другого коллектива, у кого-то там Муха с пистолетом, у кого-то Фомаса. И у тебя время Креплилай дает минус 100. В итоге Муха работает, Голил работает, 2-5 ситуация. И что ж, походу 87 счет. И очень плотная борьба перед половиной на самом деле. Но тут еще не все потеряно. Клуди, минус по Феде. В итоге минус Клуди, остался один у нас Казакей и минус он. 87, отличная игра в Кенфейз. Ну какой же жесткий все-таки Креп. Ты видел, два раза просто. Два, две головы. До этого тоже Смухи, головы, 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 головы. Чувствуют хорошо, видимо, этот компьютер. Это очень неплохо. Ну и у нас... Ну у них было время сдружиться. Минута есть для команд, чтобы обсудить, что же делать на первый пистолетный раунд второй половины. Точнее, вообще, в принципе, на пистолетном раунд второй половины. У Кенфейз на самом деле есть большие проблемы в защите. Если он Холли вываливает все вместе, то они просто не могли сделать так, чтобы принять крест-накрест. Они не принимали вместе. Они играли по-одному, из-за чего и проиграли столько раундов подряд. Ну и, кстати говоря, стоит отметить, что у Анхолли есть отличные у нас фрагеры. Это Федя, это Крип, который делает реально важные минуса. И их вклад в сутки в работу этой команды оценивать не стоит. Ну и что ж, будет значить Федя, будет значить Крип и пистолеточка. На этот раз у нас, кстати говоря, интересно, три армора, двое диффузов и это будет выход на Б-плент походу. Ну, пока что просто пушат, пугают конферестных компонентов, наводят шуменьку на точке Б. Ну и Вочек там, в принципе, один. Есть у него тиммейт на колпе, но он довольно далеко стоит. А тем временем раскидывался Казакей на Плент А и, возможно, сейчас будет доход на Плент А. Да, минус от Федя сразу же. Очень хорошая у него позиция, минус от Лайта. Ну и бомба ставится. Воу, защита. Вы посмотрите, как неплохие минуса. Неплохие. Ну и что же, бомба поставили. А МВ с лаком не справляется. Но даже не танцы. Это явно юстики посильнее. И это 8-8. Анколи вырывают пистолетки себе, но бомбу ставили. Поэтому КНВ взял от одного эка, потом будет байк. И все-таки нас ожидает плотная борьба. И им во второй половине трошу. На самом деле, некоторые команды закупаются сразу. То есть у них полный-полно раскидок. У них есть теки, броня. С этим можно спокойно что-то делать. Какую-то раскидочку. Или же, да, конечно же, можно засейвить. Взять ПДС-50 без брони, без всего. И калаши. Калаши уже с флешками, хаешками и тому подобным. Попытаться, по большему счету, на самом деле, отыгрывать на скилл, на калаш. И на то, что у он холли не будет нормальных девайсов. Ладно, смотрим, что у нас происходить будет за террористов. Все-таки сделали они второй вариант, какой я сказал. И просто вылетают на сходку. На самом деле, здесь большие шансы есть, что они доберут парочку. Но нет, СС, Лайт, Федя. Ну, и тут изи раунд, на самом деле, для команды Мунхолли. Ну, Акула сопротивляется очень сильно, дал один минус, но дальше не справился. Выживает 4 Мунхолли, заставили, собственно, свои девайсики-арморики. И поэтому экономика у них. Ну, конечно, Даша, дробь, скорее всего. Да, вылетает дробчик. Ну, я думаю, игрока не будет денег, зато у всех остальных будут бабки. И в случае проигрыша бай, опять-таки, скорее всего, будет. Ну, и что ж, первая бай, вторая половина. Довольно интересно, опять палашей, небольшие раскидки в атаке. Вторая армора у всех. И будет ли это Слоу игра, или все-таки будут рашли парни? Мне очень симпатизирует то, что у Вашика в руках. И пойдет ли он с этим делом куда-то в атаку, возможно. Ну, вот на чек, на чек играя, да, сразу увидел противника, откинул дым. Ну, вот так можно хендфейс разводить спокойненько на дым на б-планте. После чего раскидка своя, и уже тут ничего не сделает, да. Потому что в основном все это будет дело раскидываться. Раскидываться, кстати говоря, благодаря тому, что 100 баксов стоит Зевс, некоторые игроки начали покупать. Не знаю, помогают ли, может быть, чувствуют себя лучше, ты знаешь. Ну, знаешь, на эко-раундах защиту можно даже не покупать, например, на хэше. Куча позиций, где можно сныкаться и дать килл в спину, забрать вайк. Тем временем у нас выход все-таки идет на аплэнг. Защиту пока неплохо отыгрывать, но вот разменял Казаки своих оппонентов. Три в три ситуации. Казаки даблкил. Ну и Вожек с Ведиминофой не справляет, а с ВСКМ. В итоге Крип пытается стреляться, но у него ФАМАС, не самое точное оружие. И что же? Три в два. Заход все-таки у нас пока непонятно, куда идет. Потому что один игрок на Б, двое двигают вокруг Аплэнта, и все-таки это будет Бплэнт. Но лай, двух минус. И самое время передумать в команде Хэндфейс и выйти на точку А. Ну да, видели двоих игроков на Бплэнте. Соответственно, нужно в срочном порядке просто уходить на А. Или же просто подождать, чтобы противники подумали, что это А, а в итоге выйти на одного игрока на Б. Ну и ладно, смотрим. Пока что бомба ставится. Я думаю, прекрасно слышите об этом контры. Но вот посмотрим, откуда вообще будут выходить у нас защита и пытаться заточить этот раунд. Потому что очень важный раунд. Один за два. По большему счету, ну, Хэндфейс, в принципе... Апулло! Минус дает. Отлично сыгранно. Два в один остались парни. Казакей не чекают его. 9-9. Ответка от Хэндфейс залетает. И вот так вот. После пистолетки только два раунда. Ну что ж, на этот раз у них, ну, вот, вроде как и есть деньги. На то же время нету. У двоих будут деньги на неплохой бай. У троих будут деньги на фамасы. Но вот у двух их явно не хватает. И в итоге это пистолетики. Самые простые. Ну, Крив только купил себе муху, потому что он может им 9-9. Пока что очень плотная борьба на трене. Очень ваших не хватает, на самом деле. Очень его не хватает. 3-3-14. То есть, да, он защитник Б плента. И выходили в итоге на А плент. Но все равно за террорист он мог сделать больше. Ну что ж, видел он прекрасно. Одного из игроков без руки взял. Но, увы, и ах, ничего не получается. В итоге заход на Б плент от игроков в террорист. Атаки. Ой-ой-ой, бушит игрока защита. Отлично, Казакей. Минус. 4-3 остались, парни. Ну и тут надо, конечно же, ну, убивать надо. Вот за сейвить Галилу не помешал бы, на самом деле. Но, ну, Федя, я думаю, уйдет на сейв. Или, да, Федя на сейве. Будет Лайт пытаться что-то выбить. В итоге два двайса есть неплохие. Все, убегайте на сейв, парни. Все у вас будет хорошо. Выбили два двайса из атаки. И, в принципе, если возьмут сейчас раунд, то, ну, скорее всего, нет. Будет баять два еще в атаке. Но, тем не менее, все-таки напрягает экономику. И они молодцы. Два сейва. Галилу и Калаша. Очень сомневаюсь, на самом деле. Потому что два игрока все-таки потеряли свои девайсы. И у них нормального бая не будет. Соответственно, два игрока, тех, кто застейвили, да, те, кто остались в живых, они скинут свои девайсы. И в итоге будет фулл бай, хороший фулл бай. Но при этом у четырех игроков не будет денег. И поэтому, если он ходит, сейчас возьмут раунд, то это будет раунд за два, потому что не будет никакой экономики у хэндфейс. Я думаю, это прекрасно понимают игроки и должны сейчас потеть. Ну, в принципе, как я и сказал, да, немножко не так. Потому что у одного есть полны-полно, а у второго... Ну, знаешь, чувствуется, что нужна бомба. Вот ставим бомбу и будет бай. Да, да, поставим бомбу и все хорошо будет, конечно. Ну, 10-9, да. Хэндфейс, на самом деле, в атаке. Начинает неплохо. Первый бай взяли. Ну и второй бай на подходе. В итоге это быстрый выход на плент от самоки. Но тут очень много позиций защиты. Федя первый минус. Но сколк не залетает у СС. И два фрага на металях от хэндфейс. Размен лайт, но слишком поздно. 3-3. На планете уже есть игроки атаки. Правда, вышел на нас АМВ. АМВ не справляет из лайта. Ни через самочек не разменивает казаки. Ну что ж, 2-3. Бомба валяется. А, нет, бомба стоит. На самом деле, это неплохо. Есть шансы в атаке, но... Нет. Крипты ваших не согласны со мной. 10-10. Такая же плотная борьба. Но бомба стояла. Опять-таки, о чем мы говорили. Скорее всего, бай будет в атаке. И даже, может быть, неплохим девайсом тем самым. Ну, знаешь, очень плохо вышли хэндфейс на плента. Но, увы, дальше просто расконтролить не смогли, чтобы смотрели твои точки. Смотрели зигу, смотрели зелень. Все остальное, в принципе, можно было даже отпускать. Тем более, что у нас в Вене был игрок. Который бы, если что услышал, если в Вене есть противник, развернулся бы спокойненько, убил. И в итоге бы сдачили раунд. Но вот они полезли, и из-за этого не перекрестного огня по одному вышли, и увы, ях. Ладно. Первый минут пошел по крипто, по АМВ, который в наглую решил залететь на плент Б. Посмотреть, что же там вообще творится. Может, там вообще пирожки готовят, а он... Ладно, бред говорю. Залетели раскидочки на плент А. И вот в чем вопрос. Будет ли это А, в конце концов? Пока что не знают, он холли вообще. Будет ли выход? Вот, заметили, заметили, у нас все-таки одного из игроков. Не попадает, к сожалению, на концу оппонента, ну... На третьем времени на пленте наводил шуминку, в то время как его команда выходила на АБ, а в итоге крип только один минус, бомба ставится от два игрока пленте, ну, ты знаешь. Моу тоже неплохой, и он сейчас будет выкуривать игроков атаки, и все. В пленте больше никого нету, но тем не менее, дают ответы к пленте, в итоге бафф-2, эсэс савитом, ну, лайк с калашком. Будет убивание. Вот Куди непонятно для меня, на самом деле, видел противника, но, увы, Акула остается один-в-ва, бомба, дефит убивает дефузера, ну, и в итоге один-в-один, в принципе, можно тащить. Берет эсэс калаш. И он фейкует, и да, все. Игрок атаки понял, что там был фейк, второй зачекал фейк, временем занято, это один за десять. Хэнд фейс впереди. Берут очень важный усябай, у защиты денег, скорее всего, не будет. Ну, вроде как есть, на то же время опять-таки нету, да. Ну, как Акула просто нагибает, то он на бэпленте за квитей, теперь он и топ-фрагер за террористов, что добавокать, 21 фраг за 21 раунд. То есть, в каждом раунде он стабильно делает один минус. Или иногда бажит трипл-километр. Ну, да. Ну, я имею в виду, в среднем один минус за раунд. Да, 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 да. Вот, опять же, Вашик, 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 где же ты, друг? Проснись, дружище, и начинай играть в КС. Смотри, как нагло играют Хэнд фейс. Они просто, один вышел в сотку, второй его прикрывает, и, соответственно, ребята уже просто в пленте в ВСК делают еще один минус. Но вот очень грустно, как пропустили он Холли этот момент. Ну, перекрестная гонка, все точно контролятся, калаши, и столеты, конечно же, ничего не сделают, и это 12-10. Ну, что ж, Хэнд фейс набирает все экономику, потеряли только одного своего тиммейта, дроп ему, да, самый богатый в атаке, и, да, дропчик залетает. Ну, что ж, собственно, очень важный раунд для защиты. Нельзя давать, счет Штенг 10 будет явно неприятным для них, и поэтому надо браться срочно-срочно. И, посмотри, какой девайс у Вашика. Где-то ты это уже видел. Да, где-то мы это уже видели, на самом деле. И, опять-таки, тот же самый второй девайс, который в прошлый раз ему... Ну, там было немного полегче, но это тоже помогало, да. Ну, что ж, Крип. Посмотрим, как он будет разыгрывать. Видит, он промахивается по АМВ. АМВ просто боженька спас от этого выстрела. Ну, в итоге продолжает смотреть. Крип видит, сразу три игроков промахивается. Из-за этого приходится уйти за стену. О, Вашик, Крип, Вашик! Ну, вот оно, наконец-таки, прием Бен. Даже не зайдя на плен, Крип делает три минуса. Красавчик, и Вашик, кстати говоря, помог своим петушком. Вашик убивает. Все, Вашик убивает, там Холли берут раунды. Изи. Стрелка, на самом деле. Ну, и что ж. Да, будет байт атаки. Очередной. Разоряют они своих магнатов. Дают дробу, в итоге, у нас Акула. И да, ну, байт, опять-таки, такой себе. Ну, четыре девайса, один пистолет. Ну, ладно, бывает. Бывало и получше, конечно, но... Надо брать раунды. Понимают, что денег не особо много, защита. Понимают, что один-то один раунд, скорее всего, один-то еще один потом. И поэтому... Что ж, очень плотная борьба у нас в конце, на второй половине. 12-11 счет. Хэнд фейс впереди, и надо им брать. Дальше раунды, если хотят победить. Кстати, интересно, чей это пик, на самом деле, ты не знаешь? Ну, потом спросим обязательно. Просто... Такие задержки, что уже было некогда. Да, не допикал. Надо было разбираться по фасту, что же там происходит. Ладно, в итоге у нас закупка обе команд. Посмотрим, что же будет делать Хэнд фейс. Пока что нет той прыти, которая была до этого. То есть, они очень фастово выходили на пленты, раскидывали очень быстро. А тут пока что Хэнд фейс что-то мутит. И первый минус есть от Акула. Федя в пункте, на самом деле, знакомый. Это просто ежик в тумане. Он может работать довольно неплохо. В итоге не допикает нас просто казакей до Федя. Крипта его остановил. Ну и 4-4 ситуация. Что же? Открытие от игроков защиты. Неплохо. Сыгран Акула один. Он дал уже один фраг, но... Ну что, клачер-кик, как говорится. И Крипт завершает. Опять же, 3 минуса. 2 раунда подряд он делает по 3 минуса. И, возможно, даже он собирается быть топ-фрагером на своей команде. Но Федя пока что отрабатывает свою точку. Да, но на него просто не навсего не выходит. В этом большая проблема. Ну и пока что 12-12 и очень напряженный матч на самом деле. На карте Детрейн я думал, что после такой половины, ну, хенд-пейс, я не знаю, проиграют. Но тут они борются и борются очень жестко. Посмотрим, что они будут делать в этом раунде. Потому что у них нет никаких денег. Они просто вылетают в сотку. Причем бы и нет. На паст вылетит в сотку. Возможно, какая-нибудь шарная плю. Все это делает. Но тут он в холле делает все очень правильно. Втроем принимают одну точку. Ну и пока что Акула остается последним. Попытался он выйти на зелени. Минус от Лайта уже третий в этом раунде. Ну и 13-12. Эко было от команды хенд-фейс. Ну и понятное дело, что благодаря тому, что 3-4 раунда они подряд уже проигрывают, у них хорошая экономика после сливного раунда. И хенд-фейс делают закуп. Ну, посмотрите, 4 калаша и еще один девайс какой-то будет у ВСК. Это, да, неплохой девайс. И что ж, этот девайс может спасти его команду. Можно дать какие-то open-fragи неплохие. Но это же время-то позже. Смотря туда он пойдет, конечно. Ну вот он бежит и выше-то не туда. Хотя он может там встретить своего оппонента на самом деле. И там, кстати, говорят, сейчас будет крип. Но это перестрелка снайпера. ВСК побеждает. 12-13 потихонечку может перейти в 13-13. Если так же дальше, ВСК будет в мире с своим оппонентом. У меня уже почти 3-4 раунда. 4 ямочка, только остаются в холле. Он вот размен залетает от СС и может как-то играть теперь. Ну-ка. Интересный прослел от Феди. Понятное дело, что там прослелится. Но очень редко кто там вообще в принципе стоит. То есть это просто потеря пуль, я бы сказал. Тем более, что М4-1С60 пуль. Все дела. Лашик под Аркадином немного Б. Сделал минус по АМВ. Но вот грустненько, грустненько все это дело. Теперь очень трудно будет хендфейс забрать этот раунд. И возможно будет это уже 15-й. Если, конечно, сейчас не делать чудо, 3-4. Идет у нас Акула. Находит противника, но, увы, не заспреил. В итоге остаются у нас ВСК и Клуди. Вдвоем Клуди делает минус по лайту. Ну и времени еще полным-полно на самом деле. Но вот единственная проблема – это бомба. Бомбу потеряли, минус Клуди. Ну и ВСК остается один тащить этот раунд. Ну СС просто спасет бомбу весь раунд. Вот это я. Отверите на снайперами. От Феди 12-14. Нет, 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 нет. Нету денег. Ух, хендфейс. На самом деле, хендфейс в такой ситуации могут даже пытаться закупиться, сделать фаст раунд, ну хотя бы пистолеты, да. Потому что они уже проиграли четвертый раунд подряд. Соответственно, им дали 2 900. Возможно, у них осталось еще там 100 долларов. Можно, соответственно, потратить тысячу долларов. То есть это ПДС-50, первая броня. Почему бы не попытаться с этим делом? Ну или дигл, дым. Возможно, взять просто 4 дыма, раскинуть плента, зайти на плент, поставить бомбу, чтобы вообще великолепная экономика была. Ну и в итоге, смотрим, справляются у нас на Вашика оппоненты. Вашик все это дело прочекал, сразу же откинул молотов. И не прийти нормально противника. Вашик зажимает. И в итоге молотов изгорают на первой. Вашик со вторыми справляются, что очень странно. Ну и 3 в 3. Что же, у нас эмочка работает Федя. В итоге плент ставится и... Нет, даже плент не ставится. То есть все печально для хэндфейс, но дали до минуса. На самом деле не очень печально, потому что, смотри, где акула. А вот теперь уже да, что-то с ним вкусненько. И еще и притыкни, убиваясь дигла. Ну как же так, мог спокойненько ССа забрать. А остаться 1-2 и СВП мог бы даже потащить. Потому что времени еще было полным-полно. Ну и что ж, один из решающих раундов. 15-12, пользу команда Унхоли. Ну это 3 матчпоинта для команды Унхоли. Собственно, 3 шанса забрать эту игру для себя. Или же все-таки выйдут на овертайм. А кэндфейс, Фрейнс, Трики из 3 побед подряд. 4-5 лошадек и... Такой же почти зоопад у нас Унхоли. Ну что ж, куда-нибудь раз пойдет у нас ВСК. И он идет на мину. Интересненько. Все время эстет зашли в Сокодакей. В итоге разваливается ВСК. Бомба выпала. Федя не справляет с акулой. И вот этот неплохой минус так вот. Залетел очень вовремя. 34 шанса еще есть, но СС с этим не согласен. 2-4. Бомба у защиты. С моками закрылись. И тут все очень грустно. А нет, бомба все-таки есть. Потому что подняли бомбу. Все очень грустно, потому что все-таки 2-4. Это очень трудно разыгрывать. Но вот находит нас Вашика, который провошил Б. Но Ваши справляется наконец-то своим... Видимо, привык наконец-то с... Своей Сенсой играть. И наконец-то попадает, убивает. Акула остается 1-4. Но что ж, плач может произойти. Если, конечно же, он сделает еще 3 минусы. Осталось у него очень мало ХП. У него есть калаш. У него есть все для того, чтобы заточить раунд. Но единственная проблема на том, что он в Холле знает, где его оппонент, где их оппонент находится. Ну и 48 секунд до конца раунда. Его просто закрыли. СС, Крипт, Вашик, да. Да, понятное дело. Акула знает прекрасно, что его закрыли. Ну, уже по всем сторонам смотрит. Отрезает одну сторону. Влетает в дым. Там находит Крипта. Но это 16-12 в пользу команды он в Холле. Первый матч уходит за командой из Дальнего Востока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok